Представьтесь, пожалуйста, за начало. Имя, фамилия? Шиманская Ирина Григорьевна, 36-го года рождения. Мама у меня 105 лет. Расскажите немножко предыстории о своей маме. Так, в 911 году она родилась. Пятилетная сирота. Выросла у бабушек. Жизнь прожила трудную, можно сказать. Работала в Днепродзержинске. Она сама с Калиновки. Работала, уже когда начала взрослеть, работала в Виннице. Потом в Александрии. Где Продзержинске. В общем, много переработала, так понемножечко, везде понемножечко. Но прожила войну всю. Голод, холод, репрессии. Все это она пережила. У нее первый муж был репрессирован. Меня еще не было. В 1933-1934 году. И на второй день расстрелян. В Днепропетровске, в тюрьме там. Есть такая тюрьма. Никаких сведений по нем она сколько собирала. Она не могла найти. Так что мы не знаем. А потом, во время войны, мы уехали в Барнаул, в Россию. И в 1943-1944 году вернулась сюда. Вот и все. Есть у меня брат еще. Он живет в Киеве. Кандидат в каких-то наук. Каких не знаю. Этих ничего нет. На, еще стесняется. Вот так вот. А что ваша мама любит? Ваша мама любит спокойствие. Больше ничего. Мама, понимаете, она привыкла к такой жизни спокойной. Ну не спокойной. У нее все время бурлило все. Поэтому ей хочется тишины и спокойствия. А сама переживает она. Тяжело жить сейчас. Она живет в артистке сама. Я в основном нахожусь у дочки. Потому что мне надо там помочь. Мама сама находится. Но она молодец. Она себе варит и все делает. И только не убирает. Она готовит только, а я убираю с ней. А какое самое любимое занятие у нее было прийти? Вы знаете, она любила вышивать. Да, она вышивала большие ковры такие. Сейчас она их подарила брату эти плавки. Так она любила вышивать. А сколько у нее внуков? Внуков у нее сейчас раз, два, три, четыре. А правнуки есть? Правнуки есть, конечно, уже. А правнуков еще нет. Что? Не хотят мои дети, внуки мои не хотят правнуков. Будут? Конечно, обязательно будут. Только чтобы они жили хорошо. Вот что основное. Чтобы у нас было спокойствие в стране. Не было бы этого, этой войны. А скажите, вы когда-нибудь считали, сколько людей в вашей семье? Вы знаете, дерево где-то брат дерево ведет это. Но я еще его не видела. Нет. У него много. У него сейчас еще в Венисе, в Калиновке, село еще какое-то есть. У него сейчас там родственники. Они звонят. И даже они спрашивают, по ком мы родственники. Понимаете, сколько их там было. В основном все поумирали. Вот так. А 30-е годы? Голодомор она перенесла. Но жили она в Днепродзержинске. Такого сильного Голодомора, как везде было, в Виннице. Нет, она в Виннице тогда жила. Сильный Голодомор. Из Днепродзержинска приезжали люди в Винницу. И там они как-то вживали. И она уехала в Винницу? Да. Вживали сильно было. Смертей много было. И дети умирали прямо на улице. Как она рассказывает, это вообще так. Да, и больше, блядь, я никогда не знаю. Спасибо.